Расскажите мне, что значит вот эти популярные сейчас фотографии, которые по пабликам гуляют в Тернопольской и Львовской областях, ценники в злотых и в гривнах. И люди приходят и думают, а мы уже где, в Польше? Вот это что, это оккупация экономическая польская или что это? Ну, я не сказала бы, что это вообще к экономике имеет вообще какое-то отношение. То есть мы видим то, о чем нам уже давно говорили. Карта Украины, которая была разделена на много составляющих, и Польша уже как бы начинает действовать. Ассимиляция идет, да? Да, ассимиляция. Более того, республики больше ожидали полномочия на то, что поляки там будут себя чувствовать наравне с гражданами Украины, ну и так скажем не равня, они будут гораздо выше. Очень важную вещь сказала, не надо забывать про то соглашение между Дудой и Зеленской, которое дает возможность Польше устанавливать свою систему управления. И управлять вот той вертикальной властью, которая имеет Украину. Это первый момент. Но вы должны понимать, что сейчас готовится в польском сейме к сентябрю месяцу, а там готовится наделение избирательными правами украинцев. Для чего это делается? Потому что право и справедливость теряют голоса, и они хотят, чтобы вот эти украинские беженцы за них голосовали.